Здравствуйте, дорогие друзья! Вы просили короткие выпуски вернуть для вас. Вот я решил вернуть для вас короткие выпуски. Ваш любимый формат об анаболических стероидах. Коротко и понятно. Продолжение следует... Дорогие друзья, тема сегодняшнего выпуска – это сочетание мастерона с балденоном. Это сочетание мастерона с оксанодролоном. И это сочетание мастерона с нандролон деканаатом. Коротко, галопом по Европам. Основные вспомним тезисы, какие сдавать анализы. И самое главное, какие у вас будут побочные эффекты в сочетании этих препаратов. Пока мы не начали, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не забывайте писать ваши комментарии. Ну и прежде чем мы начнем, дорогие друзья, нужно обязательно обговорить условия данного обзора. В данном обзоре мы не рассматриваем никаких моментов, связанных с применением чистого тезисторона. То есть мы выводим это за скобки. Условно, вы можете использовать как пропионат, цепионат, инантат или дажеундокнат. И особо от этого выше перечисленные факторы сильно меняться не будут. Но при условии, что если вы не будете вгонять какие-то лошадиные дозировки, типа грамма и выше. Потом, чтобы выпуск был короткий, И, соответственно, так как вы меня просили в комментариях делать выпуски именно короче, я оставлю за скобками весь перечень анализов и побочных эффектов. Соответственно, у каждого препарата они свои, есть какие-то дополнения. На эти темы мы снимали отдельный выпуск. На канале более тысячи видеороликов. Я напоминаю для тех, кто не знает. Также, естественно, есть видеоролики про каждый препарат. И там отдельно долго мы разговаривали о каждом препарате. Ну, может быть, где-то не очень долго. Но, в общем, обсудили все вещи. Здесь наша цель не обсудить про каждый конкретно препарат, а обсудить основные базовые тезисы взаимодействия препаратов. Базовые, причем, взаимодействия. Такие самые основные. Поэтому, в общем-то, этим мы и будем заниматься. Если что-то забуду проговорить, вы, конечно, пишите в комментариях. Но единственное, еще раз, сегодня нас интересует только взаимодействие препаратов. Особенно их усиление побочных эффектов от них. Мастерон плюс Болденон, дорогие друзья, не такая уж прям уж тяжелая связка. В принципе, здесь вопросов никаких нет в плане безопасности. Ну, то есть, как бы легкий курс, как я считаю, по крайней мере. Но надо понимать, что мы здесь меняем, чем мы рискуем. Ну, во-первых, у нас Болденон – это тот препарат, что увеличивает количество элитроцитов. Мы везде, во всех выпусках про Болденон я практически говорю, что есть гиперэлитроцитоз на нем. Проявляется гиперэлитроцитоз тем, что он увеличивает общий объем крови. И все качки путают его с гиперкоагуляцией. Вот. То есть, они путают его с тем, что кровь должна густеть. Не думают, что это загустевание крови, потому что там рост гематокрита тоже при гиперэлитроцитозе и так далее. Вот. И начинают принимать антикоагулянты, что является корней неверным. В общем, и несет за собой последствия. Другие же последствия – это неконтролируемый так называемый плазмофереск, слив крови, когда это тоже происходит как-то бесконтрольно, да и вообще подконтрольно. На самом деле, никто этого у качков не делал в рамках эксперимента, чтобы нам понимать, как часто делать эту процедуру и насколько она вообще вам необходима. Поэтому, если вы видите, что у вас гиперэлитроцитоз, при этом вы сдали анализ на коллаграмму, видите, что там все в порядке, то вам, конечно же, при таком курсе не следует, соответственно, его продолжать. Вот. Почему именно в связке с блалденон, с мастероном? Мастерон, как и любой другой анаболический стероид, а у вас еще мы за скобки вывели то, что стерон, они все анаболические стероиды или троциты увеличивают, но блалденон увеличивает особенно. Поэтому, что мы делаем? Мы просто из этого курса выдергиваем блалденон, если такая побочка возникла. Не ведем, соответственно, пациента дальше, его наблюдаем. Выдергиваем препараты. Можем поставить такого пациента на мост с целью устранения гиперэлитроцитоза. Потом можно рассмотреть коррекцию дозировок блалденона, соответственно, с целью оптимизации курса под непосредственно особенности пациента. Потом, что касается у нас особенностей именно мастерона и блалденона, это все-таки их условное такое антиэстрогеновое воздействие. Вот. Ну, действительно, имеет место быть, но имеет место быть у людей, у кого по каким-то причинам, в основном, конечно, мы рассматриваем генетические причины, уже сниженные андрогены. Может быть, это мутация гена. Может быть, человек решил купировать свою гипоандрогеномию. Вот он зашел на курс, да, он уже там померил сам себе анализы, увидел, что у него низкий тестостерон, но не померил или не обратил внимания, что эстроген у него тоже низкий на входе на курс. То есть он дефицитный по эстрогенам. И мы таким образом, конечно, здесь рискуем еще больше ему эстрогены загасить. Именно вот таким дефицитным людям. Это особенность. Большинство людей у нас все-таки склонны к гиперэстрогенамии. Поэтому то, что я сейчас говорю, это не вот прям частый случай, но небольшой когорт пациентов таких она всегда имеется. Поэтому здесь надо иметь в виду, что вот именно таким людям с дефицитными эстрогенами, женщинам, внимание, надо быть осторожными. Ну, женщинам понятно, что им вообще, и мы заинтересованы оставлять эстрогены в достаточном количестве. Поэтому всем, кто нуждается в эстрогенах, мы их оставляем. И, соответственно, это вообще, на мой взгляд, это тогда не самое лучшее сочетание препаратов в целом, потому что они все-таки подгашивают эстрогены. Но, однако, если у вас, наоборот, мутация генов, и, наоборот, соответственно, вы страдаете от избытка эстрогенов, то, в принципе, это неплохой вариант. Сразу же хочется рассказать о мифе. Такой миф есть среди качков, что балденон и мастерон, они гасят эстрогены, и не надо использовать ингибиторы ароматазы. Дело в том, что вообще, как и 95% качковских мифов, они не учитывают индивидуальные особенности просто пациентов. И повторюсь еще раз, у нас есть люди условно с гиперфункцией, склонные к гиперфункции, к гипофункции, и это все разные состояния, разные пациенты. Пока мы не сдадим анализы, мы не узнаем. И даже пока мы не попробуем препараты, вот на препаратах не сдадим анализы, мы не узнаем, как они на вас действуют. Где-то процентов 30, по моему клиническому опыту, действительно не нуждаются в ингибиторах ароматазы. А 70-75%, вот так бы вот я сказал, все-таки будут нуждаться в ингибиторах ароматазы, но в очень-очень небольшом каком-то количестве. Опять же, в каком это все индивидуально, дорогие друзья. Поэтому здесь не может быть по, соответственно, ароматазе, по эстрадиолу такого вот универсального совета, насколько этот курс вам его урежет и урежет ли вообще. Ну и самое главное, зачем нужно следить за дегидротестероном и ПСА. В первую очередь за дегидротестероном, но если у вас высокий ПСА, я бы вообще не сказал, что это прям вот ваш курс 100%, особенно если вы делаете самостоятельно, без специалиста. Ну, с специалистом можно, опять же, немножко порисковать, посмотреть. Но, как правило, дегидротестерон растет от этого курса, может расти скачками волнообразно. И я знаю, что, соответственно, там был денон. Во многих источниках написано, что якобы он там сильно как-то ДГТ не повышает. Ну, на практике мы видим, что повышает, и на практике мы видим, что у людей предрасположенных росту ПСА, ПСА все-таки может отрасти от этого. Ну, вообще все, в общем-то, прыщи там, и облысение андрогенное, и все неприятные реакции, которые можно наблюдать из-за ДГТ, мы наблюдаем. Поэтому, в общем-то, следите за ДГТ. Борьба с ДГТ точно такая же. Если у вас оно в космосе, вы меняете курс, уходите на мост, еще что-то делаете. Если это не в космосе, ну, там, по крайней мере, это 3-4 тысячи, даже если вот так вот вы запустили, ну, возможно, соответственно, финистериды, финистериды, они вам, соответственно, это дело помогут скорректировать. Вот. Но, в общем-то, дорогие друзья, следите за этим, будьте внимательны. Вот я бы сказал, что это основные базовые тезисы именно по сочетанию дальше, ну, данных препаратов. Таких вот, чтобы еще подводных камней, которые вот следовало бы именно вот в концепции сочетания данных препаратов озвучить, пока не приходит в голову что-то еще озвучивать. Но если вам придет в голову, напишите, пожалуйста, в комментариях, именно в концепции сочетания препаратов. Мы это дело обязательно озвучим. Ну, разве что еще могу сказать, что Балденон в сочетании вообще с Мастерон не так, а вот если, допустим, с Астаназололом сочетать, вообще с другими препаратами, которые для лечения анемии рассматривались, да, но у нас все стероиды анаболические, они в каком-то смысле повышают железо, да, и мы это читаем в инструкции. И здесь надо учитывать, если вы были изначально, вот вы не посмотрели ферритин железосывороточное, вы были изначально внизу по железу от курса Балденона с чем-то там еще, вы только, ну, усугубите ситуацию по железодефицитной анемии. То есть у вас будет сначала скачок железа, вы выработаете ферритин, ну, скорее всего, так будет, если еще ферритин был, а потом идете в минус. У нас очень много железодефицитных качков на самом деле, поэтому не забывайте, помимо гормонов, вообще проверять себя на дефициты. Конечно, дефициты на анаболических стероидов это отдельная тема, кому интересно, пишите в комментариях, но вот железо это прям краеугольный камень. Мастерон Оксандролон, мне кажется, я уже говорил о нем, долго не будем заострять внимание. Кому интересно, опять же, я напоминаю, что в глобальном смысле, конечно, вам придется, если вы хотите грамотно администрировать препараты, вам придется смотреть выпуски отдельные, по каждому препарату там есть свои особенности. Но самое главное, что здесь хочется сказать, так как Оксандролон, он, конечно, не токсичный, но печени с ним потяжелее. Потом мы с вами вообще говорили о том, что печень, она конкурирует, метаболиты в печени, соответственно, билирубина и метаболиты анаболических стероидов конкурируют в заброс желчь. Соответственно, у вас должна быть достаточно объемный выброс желчи, если вы вообще используете пероральные анаболические стероиды. Кому интересно, ссылка на источники, смотрите, учебник мы читали по гепатологии, это я вам не просто там, потому что гладиолус говорю. На все есть свои академические источники, представленные на канале. Напоминаю, что более тысячи видео уже на канале снято. Смотрите, пожалуйста, наслаждайтесь. Вот, поэтому, в общем-то, печень детоксикация должна какая-то быть продумана, ну, например, есть вариант хотя бы с той же расторопшей. Ну, это самая простая расторопша, Урсасан. Вот, потом по применению гептрала есть свои особенности, но, наверное, стоит снять на эту тему отдельное видео. И сегодня не об этом, не о детоксе, вот, но вы должны продумать ваш детокс, в общем, все равно. После оксандролуна, в момент оксандролуна, чтобы просто не перегружать организм, чтобы он хорошо работал. Потом, если вы ждете сушки от этого курса, это может не сработать, вы не увидите результат в должном виде, если у вас инсулин не равен 5, а глюкоза не равна примерно от 4 до 4,5, там не более того. То есть, если у вас нет инсулинорезистентности, или если у вас не выражен гиперинсулинонизм. Это все преддиабетические состояния. По-другому, кому интересно, мы уже начали читать учебник официальный, соответственно, начали читать диабет и выпуски о том, как это работает, в общем, и с чем это связано. Они на канале полнообъемно представлены, и вот сейчас мы уже начинаем читать простые выпуски. Мы закончили рассуждать на тему диабета, мы немножко посложнее, мы уже берем учебники и читаем. В общем, вам нужно понимать, что анаболические стероиды временно увеличивают утилизацию глюкозы, снижают состояние инсулинорезистентности, но именно временно. И фактически все равно это состояние потихонечку нивелируется, если инсулинорезистентность есть. Это связано с тем, что помимо утилизации глюкозы они еще увеличивают аппетит. То на то получается со временем, запускается вот этот вот замкнутый круг, о котором мы постоянно говорим. Поэтому здесь ваша задача в первую очередь, если вы хотите просушиться на таком курсе, это убедиться в том, что у вас нет инсулинорезистентности. Следующий пункт это гиперхолестериномия. И вообще оксандролон, он заметно так большинство людям все-таки холестеринчик накидывает, именно плохое, именно липопротеиды низкой плотности. И о том, как это связано, мы опять же читали учебник, кому интересно, про холестерин, милость просим, у нас есть учебник. Слушайте, я читал, где-то давал разъяснение по учебнику, то есть вот как лекцию мы такую прочитали. Поэтому сейчас мы просто зафиксируем, что мы обязательно смотрим холестерин. Также, если вы не знаете ситуацию с коагуляцией, конечно, мы должны смотреть кулаграмму. И здесь еще связано с тем, что все-таки, если вы сушитесь, косвенно это должно снижать вам количество межклеточной жидкости, плюс тренировки должны быть соответствующие. В теории, это все должно приводить к тому, что у вас кровь все-таки должна густеть активней, если говорить просто. То есть вы сдаете не гематокрит, забываете про гематокрит. Вообще, чтобы смотреть общий анализ, это нужно быть врачом и не из-за одним гематокритом. Да, как говорится, общий анализ не из-за одного гематокрита. Гематокрит, он показывает не только коагуляцию крови, а чтобы понять коагуляцию крови, соответственно, логично, мы сдаем коагулограмму. Так и называется коагулограмма анализ. И ее смотрим. И, соответственно, после того, как вы посмотрели коагулограмму, вы будете понимать, насколько у вас это состояние выражено. Если на сушке, должно быть прям выражено. Если это коачковская сушка. Если это любительское похудение, то, может, там ничего делать не надо будет. Вы как бы не настолько сильно будете терять там жидкость значимо, чтобы у вас коагуляция росла. Ну и в заключении, конечно, что особенно хочется выделить, это то же самое рост ДГТ. И здесь избежать роста дегидротестерона нельзя. Его можно скорее сказать, что купировать, но он должен расти на таком курсе. Насколько быстро это зависит от генетической детерминированности, здесь не может быть у людей соответственно, так скажем, каких-то одинаковых показателей. И то же самое с ПСА. То есть, есть люди, у кого дегидротестерон достаточно высокий, но ПСА не повышается как-то в глобальном смысле, и это не так прям страшно тогда. И нету там аллопеции при высоком дегидротестероне выраженной, нету образований в плане соответственно кожных покровов, в плане акне, еще чего-то, фронкулеза. А у кого-то все перечислено и очень выражено. Поэтому здесь мы должны ориентироваться на пациента. Но, конечно, мы должны все равно в любом случае вовремя ухватить этот момент и дегидротестерон погасить. А если это приобретает критические обороты и там все возможные дозировки ингибиторов альфа-редуктазы у вас соответственно уже исчерпаны, то вот делать мост, менять курс, ну и так далее и тому подобное. Ну что ж, дорогие друзья, здесь, наверное, скажу, что Нодролонда Кнат тоже может привести вас к гиперэлитроцитозу, как и Балденон. И, так как говорюсь, хоть это сегодня не запланировано, самый верняк себе создать соответственно гиперэлитроцитоз это в колоте Балденона и Нодролонда Кнат. Тогда мы точно будем в группе риска. Ну и сам дифференцированный Нодролонда Кнат, ну в общем-то как и в принципе это условно Нодролонда Кнат, мы понимаем, да, любые другие Нодролоны, то есть соответственно они тоже могут так делать. Вот, значит, и получается, что получается, что нам нужно смотреть на состояние элитроцитов, поглядывать, когда мы сочетаем Нодролон и еще любой другой анаболический стероид, пусть даже Мастерон. Каких-то взаимодействий негативных у них нет. Есть мнение, что Мастерон слегка подгашивает то количество эстрогена, который дает на Нодролон, но, конечно, он подгашивает не саму арматазу. Саму арматазу он не снижает, он якобы снижает именно уже активность рецепторов эстрогенов. Вот это вот забыл проговорить, но нам же интересно, чтобы была гинекомастия, та же риски гинекомастии были меньше, допустим. Ну, возможно, кому-то будет интересно. Ну, вот кому интересно, как вариант, это как дополнительную защиту можно использовать. Но как дифференцированное средство и как дифференцированный ингибитор арматазы на курсе особенностного Нодролон, Деканаатом, как дифференцированное средство от гинекомастии. Конечно, Мастерон не поможет вам или, может быть, поможет в каких-то совершенно не изученных лошадиных дозировках. То есть, это только как вспомогательное средство. Но, опять же, как говорится, хуже не будет. Тут его подкалывает, чтобы снизить количество межклеточной жидкости, потому что Нодролон очень сильно задерживает межклеточную жидкость. Вот. В целом, какой-то, каких-то супер-мега-плюсов от этого курса я не вижу. Но, как бы, вреда тоже особого я не вижу. гиперхолестериномия достаточно должна быть выраженной. В общем-то, все препараты достаточно ярко действуют на уровень плохого холестерина, повышая его. В общем-то, что еще здесь? Детоксикация какая-то здесь, необходимости какой-то нет. И низкие, соответственно, риски здесь, так как Нодролон заявлено в некоторых вариантах инструкции, что он даже снижает коагуляцию, но как-то выражено, по крайней мере, могу сказать, что, насколько снижает, сложно сказать, но уж точно не повышает, прям ярко как-то, как это, допустим, может сделать даже тот же, я не знаю, даже чистый по сравнению с чистым тестостероном. Вот, поэтому, соответственно, здесь не стоит бояться коагуляции. Вот, потом есть мнение, что Нодролон купирует по бочку министерона по ДГТ, насколько это выражено, не могу сказать, на клиническом опыте особо такого не наблюдал. Наблюдал у тех людей, кто очень сильно эстрогены свои запускал, и тогда, да, на этом фоне может быть у них там ДГТ менее активен. Вот, но там, естественно, свои проблемы, понимаете, да, а так, я бы не сказал, что если вы добавляете, соответственно, препараты, которые изначально вам должны дегидротестерон повысить, вы там Нодролоном особо как-то что-то навоюете, дегидротестерон собьете. А вот если говорить о том, что когда у вас, допустим, просто идет там тестостерон, Нодролон, или даже бывает мост из Нодролона, это совсем другая история. Вот, поэтому здесь надо смотреть в контекст соединений препарата. Короче, если мы соединяем Мастерон и Нодролон хуже, они друг другу сильно как-то не вредят, но и какой-то пользы, на мой взгляд, особо это соединение не несет. Конечно, опять же, вы можете совершенно справедливо написать в комментариях, что мне вот пользу несет, и я вижу результаты до и после, но допустим, что там после Мастерона у меня меньше эстрадиол, или там у меня меньше ДГТ становится после Нодролон Декната, если вот я на курсе Мастерона добавляю Нодролон даже чуть-чуть. Это все повторюсь, частные случаи генетической детерминированности, разной склонности, они есть у всех, по-разному все происходит, но в глобальном смысле, то есть, если у вас отсутствуют мутации генов, у вас таких эффектов не будет, но у нас есть мутантные люди, и мы про это говорим, много раз говорим, и в учебниках об этом написано говорим, очень много болячек от этого индивидуальных у людей есть, поэтому, конечно, какие-то индивидуальные моменты с индивидуальными реакциями могут присутствовать, но если общую какую-то температуру по палате тезис выводить, он будет именно таким, что ни лучше, ни хуже, вот, а вообще, учитывая все-таки, что мастерон не самый дешевый препарат бывает, ну, я бы не сказал, что он какую-то пользу в этом курсе принесет, но не вижу я каких-то прям таких плюсов, ну, как бы, опять же, исходя из ваших комментариев, делаю выпуск, вот, вы захотели, написали, я снял, напишите какие-то другие сочетания, ну, наверное, я сниму другие сочетания, мне так-то вот, все равно, о чем болтать с вами, поэтому, так, поэтому, сегодня, вот, этот набор препаратов, так что, спасибо, дорогие друзья, за внимание, будем, соответственно, дальше изучать, поправьте меня в комментариях, может быть, что-то я недорассказал, но я постарался рассказать для вас самое базовое, самое интересное. Дорогие друзья, спасибо, что смотрели этот выпуск, обязательно пишите внизу в комментариях ваши вопросы, о чем еще вы хотели бы узнать на моем канале. Также, не забывайте, что благодаря ваших комментариях я снимаю и придумываю темы для новых выпусков, дорогие друзья. С вами был Кравцев Сергей, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и да пребудет с вами здоровья! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok